Доброе утро! Доброе утро, Елена Викторовна! Ну и погодка сегодня. Продруга у нас сквозь. Да сам замерз. Ничего, сейчас согреюсь чашечкой горячего кофе. Сереж, мне тоже сделай кофе. Угу. Ты чего приуныл? Не хочешь поухаживать за дамой? Ну вы же меня как начальник попросили, а не как женщина. Завтра утром я задержусь. Есть кое-какие дела. А ты не опаздывай. А лучше, если придешь на полчаса пораньше. Хорошо. Да что с тобой? Да ничего. Просто молча завидую. Вам-то хорошо. Сама себе начальник, сама себе командир. Ну и ты вообще-то не раб на галерии. Думаешь быть руководителем это по полю порхать и цветочки нюхать? Даже лучше. Как же ты ошибаешься. Да. А давайте тогда местами поменяемся на денек. А давай. Но с одним условием. В течение дня ты ко мне ни с одним вопросом не обращаешься. Нарушишь договоренность, с тебя уборка в офисе. Я согласен. Передаю вам свои полномочия сейчас. Елена Викторовна, а принесите мне, пожалуйста, кофе в кабинет яблока. План действия на денек набросаю. Сию минуту, господин Хижняк. Да-да, войдите. Здравствуйте, можно? Здравствуйте, а вы по записи? Что? Спрашивают, мы записывались? А ты записывалась? Нет. Ну хорошо, сейчас посмотрю свое расписание. Да, знаете, у меня как раз сейчас есть окно. Проходите, присаживайтесь. Какова цель вашего визита? Квартиру продать хочу. Юленьки. А вы родственница? Нет, я социальный работник, ухаживаю за Ульяной Васильевной. А вот договор купли-продажи, я его дома заполнила, чтобы время не терять. Посмотрите, пожалуйста, все ли верно. Да, конечно, сейчас все проверю. Ульяна Васильевна, а вы действительно собираетесь продать квартиру по столь низкой цене? Нас за такие деньги в городе и комнату не купишь. Да, продаю. Оформляйте уже. Мне бы консультацию получить насчет удочерения. Ребенок из детдома? Что? Какого детдома? А, нет, дочка моя. Это ее удочерить хотят. Ясно. А сколько лет ребенку и родной отец официальный отказ оформлял? Отца нет. Точнее, я не знаю, кто он. Ну и в чем вы видите проблему в решении вашего вопроса? Отца нет и... Да, как бы это сказать-то? Дело в том, что... Да вы так не волнуйтесь. Хотя я не совсем понимаю, что вызвало у вас такую реакцию. Да? Как-то неудобно про себя рассказывать. Биография та еще. Все мы совершаем ошибки. Хочу вас успокоить. Вся информация, рассказанная вами, не выйдет за пределы стены этого кабинета. Итак, ваша дочь родилась вне брака. Да. Дашке сейчас 11 лет. Я ее одна воспитывала. Помощи ждать не приходилось. Зарплата у меня была меньше подачки. Я тогда техничка в библиотеке пахала. Из образования только школа. Да и ту часто прогуливала. Семью создать не пытались? Да как-то не получалось. Парни были, но их только на переспать хватало. Более-менее стабильно стала встречаться с одним. С женатиком. С Глебом. Но там все без любви было. Тупо от нищеты на него повелась. Что-то ты мне не нравишься в последнее время. Скучно мне с тобой стало. Тебе что-то цирковое представление нужно было? Ну вообще было бы неплохо. О. Жена. Алло. Ты с ней? Да, козлина блудливая. Не ори на мужа, стерва. Не нравится, что? Вали с хаты. Я ее кислотой оболью, слышишь? Она узнает, как чужих мужиков увозить. Слушай, хора визжать. Вернусь домой, поговорим. Идиотка. Весь мозг мне съела со своей ревностью. В общем, ты не скучай сильно без меня. Я через пару денечков к тебе сбегу. А деньги? Какие деньги? Ты не продажная женщина. Ты любовница. Козел. На. Мало. Тебе хватит. Ну и не приходи тогда сюда больше, понятно? Иди свою Таньку, люби. А ты думаешь, что ты деваха на расхват, да? Да еще и с ребенком. Не приду, ведь сама названивать будешь. Топольня-то мне нужен. Ну, как хочешь. Урод. Ну, что? Думала, не встретимся с глазу на глаз? Ничего я не думала. Работать не мешайте? Ну, куда я сюда? Ты ни в чем не виновата. Как это не виновата? А кто с моим мужем спит? Вот тоскуха. Я на тебя в опеку напишу. Я такое напишу, что у тебя ребенка отнимут и в детдом отправят. За что? За все хорошее. Вот лишат тебя родительских прав, тогда узнаешь, как это, когда у тебя родного человека отбирают. Я не буду с Глебом. Не надо в опеку. Тебя не спросила, надо мне или нет. Поломойка тупая. Как еще у Глеба получается что-то с тобой. Тебе же смотреть противно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ешь. Приятный аппетит. Ммм, супчик. В школе все хорошо? Угу, нормально. Ты не глотай, ты так. Вредно. Рот еще заболит. Просто кушать хочется. Вот тебе еще. К чаю. Ммм, спасибо, мамочка. Сначала доешь. А можно вместе с супом? Нет. Шоколадка никуда не убежит. Мамочка, ты самая лучшая. Папа, Лиза. Давай лопай, а то остынет. Кто там еще? Не ждала, поди. А вы к кому? Квартира, наверное, ошиблись? Да нет, не ошибся. Ты же Полинка. Ну да. Ну здравствуй. Макс, я. Макс? Ага. Я как освободился, сразу решил к тебе. Ну что, где тут можно сумку бросить? Нигде. Не понял. Ты меня не узнаешь. Мы с тобой год назад переписывались. Ну я тебе писал, я в тюрьме, а ты на воле. Мы не встретимся никак. Ну и зачем ты приехал? С тобой вроде ни о чем не договаривались. Опа. Я к тебе через полстраны добирался. Твои письма в тюрьме меня только и грели. Ну, налей хоть что ли гостю водички. Все равно не понимаю, почему вы продаете квартиру по такой заниженной цене. Вот вы понимаете? Понимаю, конечно. А что, это запрещено? Нет. Но в связи с этим у меня возникают закономерные подозрения. А что, если вы воздействовали на принятие решения вашей подопечной? Нет, я ничего не делала. Нет, ничем она не воздействовала. Добротой только своей. Юлечка, ангел. Вот это меня и смущает. Паспорт у вас с собой, можно полюбопытствовать. А зачем? Вы его заберете? Нет, конечно, вы что? Просто отправляли электронный запрос для подтверждения личности. На всякий случай. Вот, держите. Давай пойдем к другому нотариусу, если тебе этот не нравится, Юленька. Не советую. Есть вероятность, что на вас пытаются нажиться. Давайте останемся, мне нечего скрывать. Юленька, лучшая из всех, кого мне присылали. Остальные ведь не социработники. Варье сплошное. И вообще, это мое личное дело. Захочу свою квартиру, ей бесплатно отдам. Это ты настораживает. Ладно, подождите секунду. Все-таки отправлю запрос. Это быстро. С Максом мы просто переписывались. Ездить я к нему не собиралась. Он где-то далеко сидел. Он очень красиво писал. Комплименты всякие там, стишки про любовь. Ну, я подумала, пускай. Читать приятно. В общем, польстились на треле Соловья. Типа того. А трели у Макса конкретные были. Мимо не пройдешь. Как-то даже написал, что когда освободится, баблом завалит. Не вопрос. Я ему тогда даже на радостях адрес свой написала. Потом испугалась. Чего? Ну, а вдруг он опасный? Не вор, а маньяк какой-нибудь. Тогда решила больше ему не писать. Даже страничку из соцсети удалила. Ну, а потом Глеб появился. Я про Макса вообще забыла. А Глеб – это любовник? Угу. Я поначалу думала, что он щедрый, хоть поживу нормально. А он оказался тем еще придурком. Еще и жадным. А что ваш знакомый, недавно освободившийся, Макс? С ним-то как вы поступили? Да я вообще не знала, что с ним делать. Он же совершенно чужой мужик. Ну, вроде как бы мы и знакомы с ним были. Неудобно как-то выпроваживать. Прошлось кормить. А я техничкой библиотеки работаю тут через дорогу. Ну, не модно, фиг с ним, зато хоть какие-то деньги. А ты чем планируешь заниматься? Не знаю пока. Думал, приеду, объезжусь туда-сюда. А она воно, как оказалось, не ждала. Извини, конечно, но я тебя ждать не обещала. И содержанец мне не нужен. Самой с деньгами проблема. Ни на что не хватает. Понятно. Мужик тебе нужен. Настоящий. Да так, чтобы с руками. Бабки приносил. Например, вот я. Стурию, что ли? Да ладно, Полин. Чистый зор природы. Отстань от меня, я сейчас заору! Ну, извини. Не хотел тебя обидеть. Вот и верь после этого зэка. Полин, заглупил. Не думал, что ты дернешься. Я вижу, что ты кукуешь без мужика. Одна хотела чисто согреть. Да не насильник, я отвечаю. Отвечаю. Ладно. Я сейчас уйду. Подожди. Садись, доедай. А потом вали. Спасибо, хозяйка. Хочешь, я тебе деньжат немножко подкину? Нет, не надо. Думаешь, отработать попрошу? Да я чисто от души. Спасибо, но я лучше сама. Ку-ку. Макс? А ты чего здесь? Я думала, ты уехал. Это тебе и дочке. Разреши немножко пожить. Обещаю, все продовольствие на мне. Нет. Полин, две недели всего. Ну, некуда мне теперь. А на вокзале у вас холодно, полиция цепляется. Можно я хоть в твоей подсобке ночевать буду. Ага. А потом тебя найдут здесь и меня с работы выкинут. Или украдешь что-нибудь. Оно мне надо? Я каждый день такие сумки приносить буду. А если ко мне какие претензии начнутся, сразу уйду. Ну. Фиг с тобой, оставайся. Делать что-нибудь умеешь? Все. Мастер-универсал. По дверным замкам. Чего стоишь? Иди погуляй. Придешь, как с работы вернусь. Понял. До вечера. Давай, пока. Глеб и Макс, они по-разному ко мне относились. Глеб держал меня за подружку, которую в расход пустить не жалко. А Макс? Он человека во мне видел. Не мясо. И насчет мастера не обманул. Много чего отремонтировал. И даже не приставал? Я сама в шоке была. Вообще ни разу даже не намекнул. И вы совсем его не опасались? Все-таки мужчина с непростой судьбой и судимостью за плечами. Под одной крышей с вами и вашей дочкой. Да, опасалась, конечно. Я же не совсем дурочка с переулочка. Понимала, что он мог и притворяться. Тем более у меня к нему накопилось много вопросов. Так почему не задали их? Кто сказал? Я задала. Как время летит? Только вчера за колечко о свободе мечтал, теперь рядом с тобой шагаю. Уже третья неделя пошла, как шагаешь. Намек понят. Курорт закрывается. Поленька, я тебе мешаю? Ну, как бы нет. Просто мне кажется, что ты врун. Я? Это еще почему? Поспроси, что хочешь. Готов к чистосердечному признанию. Ну, ты из зоны писал, что золоте купать будешь. Нет, ты не подумай, что мне пуприкушки нужны. Продуктов, что ты покупаешь, вполне достаточно. А что тогда интересуешься? Просто не сходится. На зоне в миллионерах ходил, а тебе жить негде оказывается. Врал, значит. Ну, почему врал? Преувеличил, малеха. Ну, покупанием в золоте, конечно, погорячился. Если захочешь, я тебя с дочкой так содержать смогу. Жаловаться не будешь. Женихи, что ли, набиваешься? А что бы и нет? Было бы желание. Ой, Дашку же школу надо забирать. Что у тебя случилось? Отвлекаешь от работы. Вообще, ты у меня посетитель. Елена Викторовна, извините, но мне нужна ваша помощь. Говори, не тяни. Короче, у меня в кабинете парочка. Бабуся и соцработница, которая за ней присматривает. Так вот, бабуся собирается свою квартиру в полцены уступить. Соцработница? Да. Но там не все так просто, как кажется. Покупателя я по базе пробил. Она чиста. Ты в этом уверен? Да, никакого криминального прошлого, никаких темных пятен. Более того, у этой соцработницы куча грамот и благодарственных писем. Молодец, что копнул ее. Не помешает. А теперь нужно проверить и бабушку. Глухую старушку-инвалида, которую вот-вот обманут. Глухую? Инвалида? Да, у нее слуховой аппарат. Так, Сереж, слушай меня внимательно и делай все, что я скажу. Хорошо. Сейчас возвращаешься и первым делом проверяешь квартиру продавца по единому госреестру недвижимости. Также постарайся найти всю информацию о судебных тяжбах бабули. Что? То. До этого момента сделку не оформляй. Хорошо, понял. Все, иди. Вернее, могу ли я вернуться в свой кабинет, шеф? Ну, конечно, можете, Елена Викторовна. Я проиграл, да? Прошу прощения, что пришлось отвлечься. Итак, на чем вы остановились? Ах, да. Максим намекнул, что готов быть вашим женихом. Ну, да. Типа намекнул. Ну, а вы как отреагировали? Да никак. Промолчала. Ну, потом о его словах все время думала. Стала даже о свадебном платье иногда мечтать, представляете? Глупость, да? Нет. Нормальное и естественное чувство. Желание быть любимой. Да. Только это все не для меня было. С моей-то репутацией. Вы имеете в виду вашу связь с женатым мужчиной? Я имею в виду, что меня считали потаскухой. Это если по-простому. Думаете, Макс захотел бы на мне жениться, если бы узнал, что про меня говорят? Еще Глеб этот. Но вы же его прогнали. А когда его это останавливало? Завалил ко мне, как домой. Без звонка, без здрасти. Он уступ такой горячий. Глеб, не надо. Мне нужно тебе кое-что сказать. Да не хочу с тобой разговаривать. Сделай все как раньше и получишь свои бабки. Нет, уходи. Сейчас разбежался. Ну, здесь не одни, Глеб. Пожалуйста, слышишь? Мужик, ты что? Макс, не надо. Ты проститутка, что ли? Нет. Просто Дашку кормить не на что. И долги еще. Много. Долгов? Мужиков к тебе хватит. Осуждаешь, да? Я тебе не прокурор. Хочешь, закроем долги? Не закроешь. И как снега в январе. А ты-то как собиралась их отдать? С помощью этого фраера? Хотела в училище поступить. Получить нормальную работу. Тогда и... В общем так, получишь бабки, отдашь все долги. И чтобы я этого фраера больше здесь не видел. Спасибо. Идем в магазин, прикинем тебя. Пойдешь в свою библиотеку учиться. Поняла? Днем учиться, а вечером мыть. Работу не брошь. Хорошо. Работу не брошь. Ты же наша уборщица? Да. Учебники. Что, решила наконец школьный аттестат получить? Нет, он у меня есть. Просто решила подтянуть некоторые предметы из школьной программы. С чего это? Хочу попробовать поступить в колледж. Получить нормальную профессию. И какую? Ну, вообще мечтаю быть поваром-кондитером. Поваром мечтаешь? Поваром мечтаешь. Поваром línea. Поваром'dа. Память. Поваром. Поваромöте. Сennis. Полинка, да ты прям модель Неправда Подожди, оставь Дай полюбоваться Я бы даже посоветовал тебе так на работу ходить Ну знаешь, с глазами, губами Ага, накрашенная техничка с тряпкой и грязным ведром Жесть, меня же засмеют А что, докапываются? Да Я же для них пустое место Поломойка Так и говорят Да А сегодня одна мымра докопалась, что я школьные учебники взяла Смешно ей, видите ли В следующий раз скажи Не будет никакого следующего раза Я завязала с библиотекой Послушай, эта мымра тебе просто завидует Ты классная Ты женственная Макс, я обычная техничка Полина Не бросай учебу У тебя все получится Обещай Хорошо Слушай, ты что, реально меня не видишь или тупишь? Ты куда собралась? В библиотеку Библиотеку Мыть полы? Вот так? К экзамену готовиться К какому еще экзамену? Не твое дело Слушай, ну да, я бываю иногда неправ Но нам же было хорошо друг с другом Или что-то не так? Не так Слушай, а ты красивая стала Тебе идет все это Спасибо Теперь отпусти Я пойду Ну, я тогда зайду попозже Забудь Слушай, девочка А ты не слишком высокого о себе мнения? Или ты думаешь, что если тебя какой-то жук приезжий матросит Тебе все можно? Если хоть пальцем меня тронешь Макс тебя порвет А он в тюрьме сидел Так что тебе лучше вообще ко мне не подходить Пугаешь меня, что ли? Я просто тебя предупредила Сама не ожидала от себя такого признания Ну, значит В подсознании очень хотели быть девушкой Макса А на вашего бывшего любовника угроза подействовала? Ну, еще как Он хоть и дергался при встрече, но отстал капитально Не приходил, не звонил А ваш постоялец? Вы хоть намекнули, что не против Романа? Нет, как-то не решалась Зато он ради меня совершил такой поступок О котором я даже не могла мечтать Цветы, торты, сиренады? Намного лучше А мне еще с архивами работать Повезло Да, сиди теперь всю ночь Девочки, смотрите, какой мужчина Красивый Макс Ты чего здесь делаешь-то? Да так С вашим гражданином начальником общался О чем? О Грымзе, что над тобой смеялась, поговорили Обещал разобраться Кто? Директор? Собраться из-за меня? А что тут такого? Ты сотрудник библиотеки Вот как они Я решил Восстановить справедливость Макс, ты Ты знаешь, кто? Ты Прости Да ничего Не надо было Самарала Я жду тебя дома Ты скоро закончишь? Через час буду Я не могу Там Я жду тебя Ты 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 С Ты 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 А где Даша? Так я ее на танцы отвел. Ты же сама просила. Ну, да. Могу и надеяться еще на один посылок. Полин, ты расстроена, что ли? Опять проблемы в библиотеке? Узнаешь? Ну, я это. Могли бы им посимпатичнее изобразить. Очень смешно. А что тебя разыскивают? Да так, одного дядю в поезде на гоп-стоп. Ты с ума сошел? Зачем? Сразу, как откинулся, на мели был. А тут этот фраерок подвернулся, как нарочно. Да ладно. Теперь уже точно, Полинка, курорт закрывается. В начале вы. Ну, да. И не отпущу. Я... Я полюбила тебя. Я так ждал эти слова. Наслышу их при расставании. Закон подлости. Ну, перестань, не обязательно куда-то убегать. Да пойми, ты не будет у нас счастья. Меня все равно поймают, ждать ты меня не будешь. Это еще почему? Ты прости за прямоту, конечно, но я это уже проходил. Так что, прости, прощай. Макс, ну пожалуйста, ну как же я без тебя? Я же... Ты мне уже как родной, любимой. Катись она все. Ради такого счастья можно и рискнуть. Где мой муж? Я откуда знаю? Говори, где ты его прячешь? Да нужен он мне. Сто лет не видела, еще столько же видеть не хочу. Кто ему жена, я или вы? А я не знаю. Он от меня вообще-то ушел. Ясное дело, к тебе. У меня вообще-то есть любимый мужчина. И это не Глеб. Да такой, прости, Господи, и двух мужиков мало. А вы что, думаете, у меня бесконечное терпение? Ты мне еще погавкай. Ну пошла отсюда, пугало крашеное. Да ты что себе позволяешь? Да я на тебя сейчас заявление напишу за рукоприкладство и в опеку. Ты меня достала, гадина. Пошла вон отсюда! Извините, что-то не приходит ответ на запрос. Ну и что же нам теперь? Сидеть тут и ждать? Нет, зачем же? Мы с вами пока пообщаемся. По закону я должен проверить вашу дееспособность. Да бог с вами. Какая уже детоспособность? Зачем? Где ей способность? Ага. Ульяна Васильевна, я должен убедиться, что вы способны принимать самостоятельные, не расходящиеся с логикой решения, нести за них ответственность. Что-то ты мудришь, нотариус. Денег, наверное, хочешь содрать с нас побольше. Запросы какие-то, вопросы. Юленька, давай все-таки пойдем к другому. Да подождите, ответ на запрос может прийти любой момент. Лена Васильевна, так по вашим словам, у вас одна квартира? Одна. А в суде вы были? Может, какие-то разбирательства? Что? Не слышу. Я говорю, судились с кем-нибудь? Были прецеденты? Зачем он задает мне эти вопросы? Юля, мне все это не нравится. Я ухожу. Юля, задержитесь, пожалуйста. Мне кажется, я начинаю все понимать. Так объясните. Я когда с женой Глеба разобралась, пару дней ходил как пристукнутая. Все боялась, что она на меня участкового натравит. Но вы ее даже не тронули. Ну мало ли что от нее можно ожидать. Танька-то была уверена, что Глеб ко мне ушел. А мне, кроме Макса, уже никто не нужен был. Вы открыли ему свои чувства? Да. Наконец-то ко мне пришла любовь. Настоящая. Такая, где не только постель. Мы с Максом хотели создать семью. Прямо со свадьбой, с медовым месяцем, со всеми делами. Только Макс сказал, что в ЗАГСе его сразу полиция возьмет. И здесь он был совершенно прав. Мне не хотелось о плохом думать. Я так долго мечтала о счастье. Только вот на работе произошел дикий случай. Какой? Я полы вечером драйвила в библиотеке. Находилась в кабинете, где касса. Там меня сзади кто-то по голове и долбанул. Как это долбанул? Сильно. Я сознание потеряла. Когда очнулась, ноутбуков нет, кассу вынесли. А там зарплата сотрудников. Дедок-охранник никого не видел. Вам про ограбление кто рассказал? Следователь. Он меня после больницы допрашивал. Подозревал. Макса и меня. Макса задержали? Нет. Он исчез. Сейчас поешь сразу в уроки, ладно? Мне там учительница на тебя жаловалась. Если сделаешь, гулять пойдешь вечером. Договорились? Ладно. Макс! Простите, пожалуйста. Ребенок обознался. Ничего страшного бывает. Ну ты чего? Мама, а где дядя Макс? Не знаю, дочь. Я скучаю. Позвони ему. Хватит уже о нем. Нет его и не будет. Понятно? Я запрещаю тебе вспоминать о нем. Как жаль, что он успел ворованные ноутбуки продать. У меня там все презентации за два года хранились. Подождите. Преступника поймали, что ли? Да, а ты не знала? Нет. Кто он? Да я не знаю, бандит какой-то. Его вчера поймали, он в полиции сейчас. Преступником оказался местный алкаш. Его Танька наняла, чтобы он меня грохнул. А он испугался и не стал меня добивать. Добра нахапал и сбежал. Вот это да. А я все время думала, что это Макс. Но куда же он тогда пропал? Вот и я все время об этом думала. Сначала тяжело было. Потом собралась, взяла себя в руки. У вас снова начались финансовые проблемы? Не без этого. Ну, я опытная стала, в долги больше не влезала. Глеб иногда приходил, спрашивал, не голодаю ли. Но я решила, что все, хватит. Хватит с меня унижений. Я надеюсь, у вас получилось. Да. Я поступила в колледж, получила специальность, стала поваром. Теперь готовлюсь получить квалификацию кондитера. Какая вы молодец. Спасибо. Ремонт в квартире делаю. Дашка хорошистка. Ну, а с отношениями как? Встретили своего мужчину? Встретила. Совсем недавно. Прошло почти три года с того момента, как Макс сбежал. Тут, значит, вожусь с готовкой на кухне, слышу звонок в дверь. Ой, прости, ты не замужем? А то я тут со своими объятиями. Нет, одна я. Одна. Правда? Да. Макс, ты откуда? Оттуда. Сидел я. Ради этого ты от меня сбежал? Я сдался. Что? Зато в обмен на явку с повинной мне скосили срок. Теперь я честный человек. Не надо бежать и прятаться. Макс, ты сумасшедший. Понимаешь, я решил начать все с чистого листа. И когда ехал, тебе сердце екало. Друг у тебя. Ну, другая семья. Ну, где тут можно сумку кинуть? Ты чего плачешь? Счастье. А я верила, что ты вернешься. Как раз. Девять лет назад Ульяна Васильевна Белова уже продавала свою квартиру по заниженной стоимости. Ту самую, которую сейчас собиралась продать вам. Ничего, я не понимаю. А все очень просто. Я сейчас объясню. Квартиру гражданка Белова продала. А потом обратилась в суд. И по его решению вернула ее обратно. А как это возможно? Старушка заявила, что была введена покупателями в заблуждение. И что в момент совершения сделки находилось состояние стресса. Также она заявила в суде, что ее подвели природная доверчивость и плохой слух. Невероятно. И это сработало? Да. Суд встал на сторону инвалида. В итоге гражданка Белова прикарманила чужие деньги и осталась жить в своей квартире. Папа, не скажешь. Так бабуля и пользуется своей благообразностью. А вы чуть не стали ее новой жертвой. Какой ужас. Я стояла на пороге того, чтобы потерять все свои сбережения. Я часть из них заняла. Спасибо вам большое. Вы меня спасли. Да ну что вы. Всего лишь наша работа. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну вот, собственно, и все. Теперь Макс хочет удочерить Дашу, дать ей свою фамилию. И на скорую свадьбу. Но, как я говорила раньше, Макс осужденный. Извините за нескромность, но почему он сам не пришел для консультации? Он на вахте сейчас. Решил подзаработать. У нас в планах квартира побольше. Ждем пополнения в семье. О, мои поздравления. Что касается интересующей вас информации. До 2015 года усыновление заключенными было невозможно. Но в последнее время препятствий нет. Конечно, если статья не тяжелая. Тяжелая? Ну да, убийства, изнасилования, преступления, как-то связанные с детьми. Напомните, пожалуйста, ваш Макс первый раз за что сидел? За воровство. Они с другом попали по пьяной лавочке. Тогда особых препятствий я не вижу. Кроме одного. К моменту удочерения у Макса обязательно должна быть снята судимость. Хорошо. Я позвоню и узнаю у него об этом. Спасибо. Сейчас. Держите. Здесь все об усыновлении. Правовые аспекты, список документов. Еще раз спасибо. Заходите, если будут новые вопросы. До свидания. До свидания. До свидания. Ну что, подведем итоги дня? Сегодня ты не сдержал своего обещания и обратился ко мне за помощью. Так ведь дело было нешуточное. А если бы я ошибся, мог бы пострадать человек? Тут уже не до спора. Но ты же сам утверждал, что руководить легче, чем подчиняться. Я каждый день несу ответственность и за тебя, и за себя. Ладно. Проиграл. Как говорили древние, барба нонфацит философом. Что означает, борода не делает философом. А я бы перефразировала. Кресло начальника не сделает мудрее. И пока ты это перевариваешь, можешь начинать генеральную уборку. В смысле, прямо сейчас? Я же тут до утра застряну. Ну и что поделаешь? Сам напросился. Ладно, на первый раз прощаю. Но с этого дня. Ты каждое утро мне готовишь кофе. Ого. Может, лучше все-таки генеральную? Поздно. Решение принято, и оно окончательное. Редактор субтитров А.Семкин